Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня будет, ну, такой небольшой влог, так что, кому интересно, продолжайте смотреть. И да, я еще хотела сказать, мне очень много из вас пишут комментарии, запросы на каких-то видео, в том числе на видео, ну, такие влоговые, да, про свое питание и так далее. Я буду продолжать такие видео снимать, просто сейчас летом, если честно, когда детки дома, уже мало что успеваю, и мама только недавно моя приехала. Кстати, сегодня покажу вам, как мама моя готовит ужин, в общем, она вроде как решила какую-то запеканку сделать, так что, думаю, вам будет интересно. И, конечно, времени на съемку у меня не так много сейчас, потому что детки дома постоянно, нужно, в общем, заниматься. И некоторые девочки, во-первых, да, хочу сказать по поводу личных сообщений мне на ютубе. Насколько я поняла, ютуб закрывает личку, то есть вот эти личные сообщения на ютубе, и вроде бы не будет возможности мне, ну, их получать, отправлять, я не знаю. То есть кто-то мне писал, вот там девочки написали мне потом в инстаграме, что мне писали в сообщения, я не ответила. Это не я не ответила, и я их не получаю на ютубе, так что, если хотите что-то написать лично, то пишите тогда в инстаграм. Там ссылка на инстаграм практически в каждом моем видео. Заглядывайте в инфобокс, под каждым видео я пишу ссылку на свой инстаграм. Пишите там, на ютубе не пишите, потому что они, я так понимаю, уже все, уже вроде бы ютуб даже уже закрыл, и они не доходят, в общем, до меня. Я думаю, понятно. Пишут по поводу того, чтобы, как сказать, ну, чтобы там пообщаться со мной лично и так далее. И девочки также мне некоторые писали в личку по поводу прямых эфиров. Я не против эфиров, наоборот, даже очень-очень за. Мне кажется, это прикольно пообщаться вживую, ответить на ваши вопросы. Я, в принципе, очень даже согласна. Единственное, что в инстаграм не так много ко мне людей подписывается. То есть, у меня сейчас там где-то 300 чем-то человек. Я не знаю, где удобнее, на ютубе или в инстаграме. Пишите мне в комментариях под этим видео, хотите ли вы, во-первых, прямые эфиры, во-вторых, где их проводить, на ютубе или на инстаграме. Кстати, на ютубе, мне кажется, прикольно, потому что там этот прямой эфир можно сохранить, и он будет как видео. А в инстаграме, вот не знаю, насколько долго он сохраняется. По-моему, так долго он там находится, сутки, по-моему, что-то вот такое. Так что, кажется, на ютубе было бы прикольнее. Вот. И когда удобнее выходить? Я могу сказать сразу, что я в прямой эфир могу выходить только вечером. Это 9-10 часов вечера. Если днем, то это где-то когда... В общем, когда у меня цепят дети. Днем я могу выходить, в принципе, в субботу-воскресенье. Я практически в любое время могу выйти, но если только куда-то с мужем мы не уедем. И, ну вот, в пятницу вечером могу предложить в 9 или в 10 часов вечера. В общем, напишите, как кому из вас удобнее мне. Ну, и мы как бы подстроимся друг к подружку, потому что я знаю, что у меня смотрят с разных городов, и, соответственно, время будет разное у всех. Поэтому, в общем, напишите мне об этом, хотите, не хотите, и в какое время, в какой день лучше проводить. Конечно, каждый день я выходить в эфир не смогу, но, по крайней мере, там раз, два, может быть, три в неделю, я так думаю, ничего тут такого плохого не будет. То есть, помимо обычных своих видео, которые я снимаю, я буду снимать, ну, также выходить в эфир. Сегодня завтрак, я, как всегда, забыла заснять, но на завтрак у меня была яичница из двух яиц и бутерброд вот с творожной. Я ее снова купила, я вам показывала такую, в общем, такую творожную помазочку на зерновой хлеб и кофе. Потом я пообедала с супом. Суп у меня рыбный, с рисом, ну, и с картофелем. От рыбного супа, конечно, я не могу отказаться. Это, я вообще очень люблю рыбу, поэтому я пообедала и больше сегодня ничего не перекусывала. До вечера сейчас пойду ужинать и, в принципе, все на этом. Ну, пила вот только кофе. То есть, когда я обедаю, я больше ничего не ем. Ни фрукты, ничего. Мне просто потому что не хочется. Вот. Ну, и сейчас покажу вам, как готовит моя мама. Это моя мама, Людмила Викторовна. Здравствуйте. Она у нас готовит ужин. Каждый день, почти. Да? И сегодня приготовит вместе с вами. Да? Что мы будем готовить? Запеканку какую? Мясную. Хорошо. Быстро и просто. И для худеющих. Да. Для запеканки нам понадобится фарш. Обычный, лентовский какой-то. Говяжий постный. Полкило картошки. Два репчатых лука. Там одна паста. Молоко. 100 грамм где-то молока. Черный перец. Три сырых яйца. Между прочим, очень хороший фарш. Смотри, какой. На самом деле. Смотри, какой хороший фарш. Угу. Какой пахнет. Так. Так, масло санкарно. Будем потихонечку фарш кидать. Почему потихонечку? А иначе комком. Ну, вот так вот. Три-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Коктейль. 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 Укрöl. Иначе он понимаешь, если кидать целый кусок, он сразу схватится. Вот видишь, он схватывается, тем более постный, без жира. Вот видишь, он сразу же рассыпчатся, то есть вот он, видишь, потемнел, изменил свет, сразу же начинает быть рассыпчатым. Вот так вот помешает, помешает. Тихонечко. Вот. Он не будет комком, но его легче будет раскидывать по прошлому. Ну, по ёмкости по всякому. Вот он. Вот он. И все равно получается. Потому что там же, видишь, это же получается мясо, кровь, она же сразу же хап. Вот еще. Вот. Теперь лук пожарим. Не совсем мелко, ну-ка. И вот жарим. Он вкуснее будет. Совсем он не вкусный. Но во всяком случае, я не люблю. И вы, по-моему, тоже не любите. Так. Угу. Так он будет жариться. Но я его на медленном огне, я не жарю сильно, чтобы он такой был прозрачненький. Так. Пока нагреется. Так. Вот она. Видишь. А мучками ее все равно разбивать надо будет так лучше. Так. Помедленном огне. Так же он умел еще. Суновая-то самая маленькая. Самая маленькая. А мучка. А картошку мы нарезаем маленькими ломчиками. А картошку мы нарезаем маленькими ломчиками. В пола. Вот так вот. Потому что это брусочки, они могут поломаться. Мы же сейчас будем их обжаривать. Ну, все. Ну, все. Ну, все. Видишь, я кладу не буду. Потому что у меня доска Туда-сюда Как-то сможет Обязательно Не на работе Опа Хе Туда Уголов-то . Уголов-то Уголов-то Квартируй. Уголов-то Уголов-то отстает теперь мы сюда добавляем вот этот лук сюда и перчик мы же любим персика всегда пол чайной ложки да нет поменьше так у нас любит перчик томатная паста раз она хорошая ку баночка значит можно чайную ложку добавить теперь добавим водички если есть бульончик можно все это перемешать и будем потушим сколько нам тушить 10 15 открываем крышку так ровненько сейчас мы делаем бульк первая чтобы она закипела а потом на самый маленький пусть за это время как раз мы будем жарить картошку а если она будет готова целая она будет капать теперь мы делаем соус до заливки наши запеканки чуть-чуть соли так здесь грамм 100 наверное вот так вот 100 грамм молока да теперь на дно я все-таки мажем масло растительное к стеночке отходило ничего не прилипло выкладываю картошку и выкладываю чтобы ровненько было так вот равномерно а потом сверху картошку теперь его тоже разравниваем и заливаем соус и заливаем соусом с мамой решили сверху положить сыр дальше что было вкусно все теперь в духовку налить в лодку при температуре 180 градусов на 10 минут и вот такая вот вкусняшечка у нас получается вот такая вот запеканка очень вкусно пахнет итак сейчас у нас уже вечер уже 9 часов сейчас мои детки пойдут ложатся спать если у вас есть какие-то вопросы к моей маме о том как она похудела мне кажется это реально было бы интересно потому что мне пишут многие женщины девушки кому-то за 40 и пишут и говорят о том что все после 40 после 50 вообще невозможно похудеть но это неправда вот так что если есть какие-то вопросы обязательно задавайте и моя мама на самом деле с удовольствием на них ответит на этом я буду заканчивать свой такой небольшой влог обязательно подписывайтесь на мой канал оставляйте свои комментарии ставьте пальчики вверх если понравилось пальчики вниз если не понравилось задавайте любые вопросы я с удовольствием отвечу всех люблю целую и до новых встреч в следующих встреч в следующих встреч в следующих встреч Продолжение следует...